Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже понедельник, 15 июля 2024 года. А новости довольно-таки, друзья, очень интересные. Паромные компании обходят Ригу стороной. Почему же? Почему опять Ригу стороной? Это что это такое? В связи с чем это связано? А вот с чем. Туристы опасаются нападения России. Ну куда? На Латвию, естественно, друзья. Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Чтобы возобновить пассажирские перевозки, Рижский свободный порт обратился к нескольким международным паромным операторам. Но ответа не последовало. В этом виноват ряд факторов. В том числе война России в Украине. Многие скандинавские туристы, которые раньше посещали страны Балтии на паромах, теперь считают, что ездить сюда небезопасно. Это сообщает портал ТВ3ЛВ. Друзья, мне так и хочется добавить. Мне так показалось. И мне так хочется добавить, друзья. Тут не только вина этого. А почему к другим едут? У нас что, Таллин совсем далеко? Вот он, Таллин. Несколько, несколько. Вот, пожалуйста. Две сотни километров. Как это так? Почему? Что случилось? Да вы догадываетесь, почему. Да, 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 да. Да, конечно. Нагнетание вот этой вот всей обстановки. Только я вам вчера, позавчера вёл новости, говорил. Война. У нас идёт война. Какая у нас война? Друзья, не могу. Терпежу нету. Думал, читаю просто так уже, который раз. Не получается. И из-за нападения России, да, боятся они. А кто это всё создаёт, такой обстановку? В том числе и они. Да, да. Вы понимаете, о чём речь идёт, друзья. Так послушайте дальше, что. В Рижском свободном порту поясняют, что переговоры ведутся как с эстонским паромным оператором Таллинг. Да эти переговоры уже давно шли. И прекрасно мы, не знаю, вы знаете, не знаете, эстонцы попросили один миллион, что ли, всего лишь один миллион, но около миллиона. Нет денег. Ещё тогда. А нет денег, тогда до свидания. Ну это я так слышал, друзья. И в комментариях читали тоже. С паромным оператором Таллинг, эстонским паромным оператором, который уже работал здесь, вы прекрасно знаете, многие на нём ходили, ну будем говорить, катались, потому что многие не понимают, что такое ходили, потому что на кораблях ходят, ну не плавают, понимаете? ходят. Ладно, катались вы, путешествовали, да, путешествовали вы. Стокгольм, ну Швецию туда. Интересно же было, всё прекрасно, всё отлично. Сколько видео, фотографий присылали он. Ну, на других сайтах, вы понимаете, да. Таллинг всё ещё пытается залечить раны, нанесённые простоем во время пандемии COVID-19. И не торопится восстанавливать свой бизнес в Латвии. Извините. Сталлинг сдал в аренду, вот смотрите, он в аренду даже сдал часть своих судов для работы за пределами Балтийского моря. А мне ещё так и хочется опять добавить, терпежу нету. Ну, конечно же, конечно же, да. То минные поля, то колючая проволока, траншеи. Господи, вы крепости поставьте ещё из кирпичной кладки мощность. Забетонируйте высотой 800 километров, я вам говорил уже. По всей границе с той страной. Откуда же чего-то ждут. Народу мозги запудрят больше ничего. Ну вот и смотрите, друзья, почему? Почему? Как это так? Так вы сами обстановку создали такую, сами, что к вам сюда никто не едет. К вам, к кому, вы знаете, к кому я обращаюсь, друзья. Только ни к подписчикам, ни к зрителям. Нет, зрители, если есть, то оттуда пускай ради бога смотрят и слушают. Я уже не первый, уже все сплошь и рядом. Весь народ знает об этом. Зачем всё позакрывали? Туда нельзя, того нельзя, то не провези. Шоколадку, блин, не провези уже. В карманах конфеты люди в карманы не могут провезти уже толком. Всех стран. Ну, каких стран? Конечно, вы понимаете, о чём речь идёт. Россия и Белоруссия. До такого абсурда уже довели. Ужас. Ужас. Их бизнес, логика, такова, что лизинг, если и не лучшее с финансовой точки зрения направление бизнеса, то, по крайней мере, стабилен и снижает бизнес риски. А в отношении запуска линии в Ригу это автоматический бизнес и топливный риск. В любом случае, они не готовы активно возобновлять линию, говорит управляющий, управляющий рижским свободным портом Ансис Зелтинж. Ой, друзья, так и хочется добавить, так и хочется добавить. Ладно, попозже. Именно война России в Украине после пандемии, во, сейчас добавлю, после пандемии, давайте, ещё раз повторю, сейчас всё поймёте, почему я хотел добавить. Комментарий, да? Спасибо вам большое, друзья, что имеете терпение послушать. Именно война России в Украине после пандемии подорвала интерес паромного бизнеса к Латвии. Помните? Вот это вот злосчастное, злополучное, даже не могу назвать, мне противно уже говорить, уже давным-давно противно было говорить. ещё во время вот этого пандемии концлагерь здесь устроили. А? Как они по ушам втирали, как они народ загоняли, толпами, очереди стояли, а потому что на работу не пускали. Вы понимаете, друзья? Всё прекрасно понимаете. Ни в магазины, ни в какие магазины, вообще никуда. Никуда. Всё. Стояли. Да, стояли. Охранники, так и хотелось сказать кто. Надсмотрщики. Ну, концлагерь же, друзья, был концлагерь. И до сих пор им это понравилось. И до сих пор они продолжают делать то же самое. Ну, как я и говорю, концлагерь. Ну, в кавычках, конечно. В кавычках. Вы понимаете? Ну, то же самое. Запугать, пугать, нагнетать. И главное, туда, что только не лилось. Даже здесь позволялось некоторым, некоторым, конечно, по-всякому обзываться, нагнетать вот эту вот межнациональную рознь. Даже всеми это слышали неоднократно. Сейчас что сейчас? видел я новости. Видел. Я не хотел, говорит, я не хотел. Ну, да, там начали, там, да, и вот, русню, что-то там, русню, друзья, не стал это сильно. Зачем вот это вот? Ну, просто противно слушать таких вот. Во-первых, на них посмотришь, у них образование шесть классов и коридор. И главное, им все позволялось. Вы его не так поняли, блядь, ну, как это, вот, из-за таких вот, из идиотов, да, остальные страны смотрят, что здесь происходит. Вам не показалось, друзья, так? Наверное, тоже не показалось. Я, мне так кажется, что, даже не кажется, я вижу эту ситуацию так. Сколько можно нагнетать? Кто вас так обзывает? Вас обзывают те, кого вы так обзываете? Нет, не обзывают и никогда не обзывали. Ну, вы себя так ведете, как вы себя ведете по отношению к другим, так и других по отношению к этим вот, которые вот так вот себя ведут, будут. Конечно же, конечно, вы агрессивно, так а что? Сосед тоже не будет, будет просто так молчать? Ну, вот вы с соседем, вот дом и вот дом, вы все время будете лаять. Да, нет, вернее, тот сосед будет лаять, лаять, да, обзываться, ну, лаять, как собака, я говорю, правильно? И все время нападать на этого соседа, что он сделает, тот сосед, уже было такое дело. Настучали одному там, даже не одному, просто это не афишируется. Сколько можно? Сколько можно нагнетать вот это вот? И это вот все связано, я вот про пандемию, я поэтому остановился. Думаю, ну, чтобы не забыть, пандемия подорвала интерес паромного бизнеса. да сейчас вот эти вот, которые сейчас лаятся, лают и обзывают всяко, и призывают межнациональный рознь, это чистейшей воды. Он, видите ли, заявил, его не так поняли, и таких сплошь и рядом. Сколько вам, надо своим делом заниматься, поэмы писать, стихотворения пишите, фильмы снимай, а нету, да, нечего снимать, достижений нету, а они занялись вот этой вот русофобией. Делать больше нечего. Да вы самые, что ни на есть, враги Латвии. Самые, что ни на есть. Вот из-за вас никакого развития в данное время, в данное. Раньше начинали, начинали, пыхтели, дымили, молчали, можно сказать. А тут под шумок повылазили все, все черви змеи повылазили. Да. Которые мешали, точили, подтачивали развитие уже четвертый десяток лет. Созрели. Так молодняк некоторый, да, молодняк, его не так поняли. Где наши органы? Повторяю, я в тот раз тоже сколько раз говорил. Да, органы, государственной безопасности. Живем мирно. Я говорю, у нас тут межнациональные браки. Половина, как минимум, если не больше. Живем дружно, мирно. Собираемся друг к другу в гости, приходим. И танцуем, как говорится, и поем. И выпиваем. А что вы хотели? Конечно, выпиваем. Нет. Заведутся вот такие вот черви, вредители, да, всякие клещи, паразиты, паразиты, одним словом, глисты, вы понимаете? Но их надо выводить. Лекарства надо, да, да. А лекарства есть. И она и была и раньше. Очень легко и просто. Ну, надо работать всем. Всем органам, как правоохранительным, так и государственной безопасности, так и правительству. Всем надо работать, а не не рот разденувшись слушать вот этих вот идиотов, вот паразитов. Если бы от них толк какой-то был, но ведь они только нагнетают, они только создают такую страшнейшую обстановку. Я вам сравнил, вот это даже ребенок поймет. Сосед будет палками кидаться в этого соседа, а сосед спокойно ведет себя. Он здравомыслящий, нормальный сосед. Ну, я про соседа говорю, вот сосед. Вот почему, вот посмотрите, вот дай бог, ну, мы, у нас кругом разных национальностей живет здесь. Вот начал про паромы. Да, это все звенья одной цепи. Чтобы когда-то чего-то, ну, где-то, может быть, где-то мы и слышали, ну, просто сосед сам такой, понимаете, такой вот, вот, у него с головой непорядки, да, подбухнет, ну, и пойдет шататься там, извините, приебываться там кому-то. Ну, конечно же, ему там где-то там по башке настучат, чтобы больше не приебывался никому, и все. А остальные все спокойно. Все, сейчас исчезли. Алкашня это исчезла. Это раньше было очень много. Кто-то поспевались, просто поспевались, это все тоже по теме спивается. Народ, а что делать? Ни работы, ничего, ни пенсии, ни хрена, ничего. Они, больше всех, которые вякали, был тут у нас один, депутатом был, вы не поверите, депутатом, в Советском Союзе еще был. И в итоге, кем стал, когда, когда те, как окурки в лужи разбежались? Алкашом. А он ничего не мог больше делать, ничего. Да, депутатом. Не помню, какого Совета, Верховного Совета, Латвии, по-моему, да. Ну, типа того, что там было при Советском Союзе. Депутат, так и говорили, это же депутат там, да, о, депутат пошел, смотри, смотри. А потом все, все, спился, сейчас не вижу его вообще. Постоянно, нигде никогда не работал, после как вот развала Советского Союза. Ну, вот таких вот у нас было и до сих пор еще есть, ну, кто оставшийся в живых, сплошь и рядом. Да, да, да. Еще уже в те времена рвались туда, лишь бы не работать. Ну, не только. Ну, это так, друзья, к примеру. Так вот, про соседей. Все прекрасно. Все вместе работаем. то там, то там, все вместе, надо помогаем, надо выручаем друг друга, всегда, ну, как и должно быть. И у нас никогда не было даже в мыслях насчет этого, что вот это вот начинается, и уже происходило, и происходит. Не знаю, сейчас вроде не слышу, наверное, взялись за них. надо взяться. Обязательно всем вместе, и чтобы их вообще загнать в угол, чтобы они не нагнетали, повторяю, не нагнетали межнациональную рознь. жить в мире и дружбе. Вот вам и паромное сообщение. Почему суда нету? А? До войны, как вы говорите, какой войны? Кто кому объявлял войну? Какой войны? Ответьте мне на вопрос. Вы знаете, кому обращают друзья? Зрители, подписчики, вы понимаете, кому обращают? Который раз уже. А почему же так? Как же так? Ведь война же, где война? Никто никому не объявлял. Вот уже которые новости. Опять упираемся. И именно война России в Украине после пандемии подорвала интерес паромного бизнеса к Латвии. Но ведь это началось-то еще до пандемии. И во время пандемии наслышан. Что-то наслышан. Если я не прав, друзья, если неправильно, неверная информация, поправьте меня. Конечно же, я могу ошибиться. Но, друзья, мир полон слухов. А слухи просто так, дыма без огня не бывает. Да, из-за денег, да, денег, наши не дали денег. неофициально сообщалось, что шведские туристы, которые являются самыми ценными клиентами, теперь боятся ездить в Латвию именно из-за возможной агрессии России. Ну, вы понимаете, на что еще писать? Конечно. Вы тут понагнетали вот такие вот деятели. Я тоже говорил. Да, говорил, говорил. Теми или где они там видел, видел. Фотографии. Камуфляжную форму одел. Одели там, не знаю, несколько человек или один человек. Если ты одел, пиздуй туда. Возьми палку, вручалку и давай. пугай всех там, иди. Да, она на нем как на мешке сидела, как мешок напялил на себя. Во-первых, никакой военной выправки нету, ничего нету. Не служил нигде вояки, блядь, ужас. Иди туда. Иди, покажи, как ты, что ты сможешь. А не вякай здесь. И не вякай идти здесь. А работать надо. Иди на завод поработай мне. Папаши две смены подряд и с недельку вот так вот, хотя бы по 12 часов. Я посмотрю, как ты захочешь и что ты захочешь. Вы понимаете, о ком, о кех, о ком идет речь и о чем? До войны белорусы и украинцы так же повторю. До войны. Ладно, бог с ним. Будем говорить, а что, ну как пишут, так и говорим. Хотя, повторяю, никто никому войну не объявлял. Уже давно, ведь война. да, все это плохо. Я повторяю, повторюсь, конечно же, это все плохо. Так сколько можно раз повторять? Наш канал один из самых первых. Я сделал лично заявление, что мы против всего этого. Прямо на второй же день. На второй, на третий, не помню, друзья. 2022 года. До войны белорусы и украинцы так же стремились путешествовать из Латвии в Швецию, но нападение России положило этому конец. Но это все понятно, конечно. Это и логистика дороги, там граница, но это все понятно. Но здесь идет о другом. С моей стороны. Другие паромные операторы также не стесняются отправлять свои суда в Балтик. другие. Это не сладкий кусочек. Тогда уже была бы очередь из желающих. Это не сладкий кусочек. В этом бизнесе есть специфика. Игроков не так много. В Балтийское море не пришли, не пришли другие операторы. есть больше грузовой сегмент, где работает Стэнлине и Финлине. Ну, это компании такие, которые меньше, ну, я могу ошибиться где-то название, может, буквы, которые меньше ориентированы на туристов. это говорит управляющий Рижским Свободным Портом. Ну, а что еще он может сказать? Ну, я сказал, основная причина такая, то, что деньги там они не выделили и вот это вот сейчас нагнетание, нагнетание, нагнетание. Ведите спокойно себя. Никакой тут войны не было и нет и не будет. Это я говорю в свой комментарий. Сейчас новость немножко осталась, друзья. Мирно ведите себя спокойно, не нагнетайте. Ну, тут до такой степени уже расшухарили все это. Пиздец, друзья. Кто же сюда поедет? Ну, кто же сюда поедет? И пошла цепочка, и пошла цепочка. То этих, то этих, давай, то этих, до смерти доводили, до инфарктов, до инсультов, все. Ну, что, если на носилках бабушек, дедушек затаскивали на эти экзамены? Ну, куда это такое? Ну, конечно, нагнетание. Что это за такое? Возможно, в следующем сезоне, одна паромная линия из Риги возможно. А возможно и невозможно. В следующем сезоне, это следующий сезон когда? 2025 год. А, угу. Ну, друзья, что будет, я вам говорил, в декабре, ну, это, да, январь, февраль, максимум февраль. Что тут будет, ой, я не нагнетаю, я перед фактами ставлю. Ну, я говорю, оттуда прилетит такая методичка. Все, прекратите фуйней заниматься. Вы ведете себя нехорошо. Не есть хорошо так вести себя. Потому что нам надо, да, дальше жить всем. Понимаете? Как далекое, прекрасное, так и близкое, далеко всем. И всем работать надо. Заводы стоят, простаивают. Огромные заводы, стотысячные. Не то, что у нас здесь по 50 человек. Растаивают или выпуск сокращен. В разы. Всего не хватало, почему-то не хватать. Ах, да ладно. Да, о, да ты че? Да, вот сказочку какую я вам рассказываю. А я проснулся, не проснулся. О, собачка еще спит. Да, скоро расскажу я вам, друзья, кое-что. возможно, в следующем сезоне, не могу, дочитать, не дочитать, дочитаю, чуть-чуть осталось, в следующем сезоне, одна паром на линии из Риги сможет возобновить пассажирский перевоз. да и то, только летом. Это возможно. Понимаете, слово такое возможно? А возможно нет. Это отмечают в Рижском свободном порту. Ну, это отметили, что возможно. А я вам комментирую. Я так веду свои новости. Это мое кино. Правильно, Все мое. Это ж мое кино. Вот так вот, друзья. За какую новость не возьмите. Господи, мама родная, и где я взял? ТВ-нет, вот ТВ-нет, ну, я понимаю, да, да, что многие говорят, да, мы сами почитаем. Читайте, Господи, читайте. Я вам не мешаю и не держу. Пожалуйста. Я просто свое мнение высказываю, комментирую. Прошу вас, чтобы вы прокомментировали. Как вы думаете? Конечно же, я не могу все знать. Многое, конечно, я и не знаю. Сидя, вот здесь, вот сидя, да, перед новостными порталами, всякими вот этими вот, да, сайтами. Собираю, собираю, потихонечку сравниваю. А что тут сравнивать, если так она и есть? Если все так она и есть. Паромные компании обходят Ригу стороной. Почему-то. Это давно уже было известно. Может, тишина и покой. Там какие-то залетные причали, да, мы снимали видео. Говорю, вот смотрите, сколько туристов. Да. Мы только не пошли туда дальше с Натальей к Рижскому этому порту. Нет. не пошли. Ну, тяжеловато, господи, друзья, уже и то, и сё начинает болеть. Да, она и болела, и раньше так. Ну, не так раньше, ну, конечно же, друзья. А пошли сразу, да, сразу в старый город, в старую Ригу. Ну, и о, точно народик появился. Там кучки, там кучка, там кучка. Всё. Вот с этого вот паромчика иностранный турист. Как только он отчалил, всё, Рига, старый город, опустел. Тишина. Тишина. Хоть бегай, там голый ходи, бегай вокруг да около. Вообще никого. Ну, один человек там блуждает, там парочка, и мы с Натальей. Всё. А раньше сколько было народу? Сколько было народу? Сколько всяких кафешек, ресторанчиков и так далее. Всё заполонено. Всяких магазинчиков в каждом заходишь. Господи. Друзья. Ну, было веселей намного. Даже ещё в 90-х годах. Даже начало 2000-х, а потом всё. Ну, а сейчас тем более. Ну, все закрывают, всё уходит. И опять же причина чего. Кто, кто, кто это всё? Кто нагнетает вот это вот всё? А, да. Да. А тем более сейчас. Сколько поуходило отсюда уже компаний? Инвесторов? Инвесторы что сказали? Иностранные инвесторы, я говорю, имею в виду сейчас. Да. пишите комментарии, друзья, поставьте лайк под видео, напишите, да, то есть подпишитесь, зрители, подпишитесь. Большая просьба. желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Но я же всё время мир, вот мир и дружба между народами. У нас бы самая развитая, вся инфраструктура осталась после развала Советского Союза. Нате, пользуйтесь, создавайте, развивайтесь, всё оборудование здесь. Никто ж ничего не вывозил. Всё оставили здесь. Да нет, они начали то взрывать, то вам платили бабки, деньги. Нет, это нам не надо. Это начали всё ломать, это всё пилить, всё разодрали, всё сдавали. Ну, кто смотрит нас постоянно, ну, я для вновь поприсавшись. по цветному металлу в Атвии, по добыче цветных металлов, полезных ископаемых, ну, типа, первое место несколько лет держали, а потому что советские заводы всё здесь тащили, тащили, сдавали, грабили, громили, всё ломали, вырезали, вырывали, прям просто разрывали на кучке, на части. Даже не на части, а пух и прах. А многие остались эти здания и до сих пор стоят, которые пустуют, а которые автосервисами заполонили. Автосервисы сплошь и рядом, склады какие-то, автосервисы, склады, склады, автосервисы. Кое-где, там пять человек работают какими-то сварщиками, какие-то металлоконструкции, там пятнадцать, там пятьдесят человек, ну, так оно и есть, друзья. Вот и все развитие. А кто виноват? Вот я сказал, новость-то вроде небольшая, паромные компании обходят Рибу стороной. Почему? А, туристы опасаются нападения России. А зачем вы такую обстановку создаете? Это я к тем, которые, да, которые говорят, вы его не так поняли, типа таких вот, его не так неправильно поняли. я не стал эту новость слишком много чести и фамилии и вот этих вот паразитов называть. Ну, паразиты, вы понимаете, да, которые не дают жить спокойно человеку. человек себя плохо чувствует от таких паразитов. Да, внутри, в теле, да. Ну, всякая может инфекция паразит, может там глисты завестись, могут это и так далее, но надо принимать тогда таблеточки, есть, да, таблеточки, не без помощи органов, которые лечат таких, таких, да, избавляются от таких паразитов, да, да, ну, органов, врачи, конечно, имею ввиду, ну, вы поняли кого, да, врачи, специалисты всякие, они найдут, вас просветят, посмотрят, там, через компьютер и анализы сдадите вы, естественно, и причина от кого, кто виноват, что человек, люди в стране у нас начали болеть, во, это лекция, да, лекция про лечение от разных инфекций, паразитов, да, конечно же, друзья, я же ясновидящий доктор, я доктор, о, я еще так не называл себя доктором, да, специалист, ясновидящий, да, друзья, так что, намотайте там, у кого усы есть на уст или еще куда-нибудь намотаете, напишите комментарии, вы поняли, не поняли, ну, полные, полные паромы, почему вот везде вот посмотришь видео, так на душе становится, так, ну, просто хорошо, так, знаете, спокойно, вот, куда путешествуют люди, и даже приятно посмотреть такие видео, а у нас пустота, почему у нас пустота, а, такая пустота, а кто же такую пустоту создал, вот и почему он начал говорить, потому что мы, мы свидетели этого всего, мы начали уже очень давно, какой-то, войны, да, мы всю жизнь путешествуем по Старой Риге, и все это на наших глазах происходит, виноват и он, паразиты, да, паразиты, от которых идет инфекция и так далее, заражение, и начинается, да, ну, друзья, можно и долго говорить, и упорно на эту тему, пока я буду заканчивать, спасибо всем большое за поддержку нашего канала, еще раз всем пожелаю, только здоровье, друзья, здоровье, мира, добра и дружбы между народом, вот тогда и будут и паромы здесь, и будет все здесь, и развитие здесь, и инвестиции иностранных инвесторов, все сюда будет, все будет, и было бы раньше, если бы не, да, вот эти глисты, да, очень нехорошее это, ой, нехорошая вещь, нервы тоже, да, а нервы, как и у нас в стране, а нервы и в других странах, тоже же, в других странах нервы, вот у других нервы в порядке, они нормально себя чувствуют, а здесь что, все, вот такая сказка была, друзья, сказочки, конец, а кто слушал, молодец, подпишитесь, зрители, и поставьте лайк, все, и подписчики, и комментарии, тоже, спасибо большое вам, друзья, до следующих видео, новостей, и других наших видео, но пока других видео, вы, может быть, кто-то догадался, скоро мы вам расскажем, пока видео других не будет, пока, но эта неделя началась, на этой неделе все будет известно, все результаты, потом расскажу друзьям вам, мы расскажем, да, пока, пока, до свидания.